Добрый вечер! Надеюсь, что он действительно добрый, потому что именно сегодня, 12 февраля, Россия начинает футбольный сезон, начинает матчем своей главной команды, начинает под пролиным дождем, но вот, согласно нашей примете российской, начинать в дождь, уезжать куда-то в дождь, это хорошая примета. Посмотрим, сработает она сегодня или нет. Добро пожаловать на Кипр, добро пожаловать в Лимасол, на игру сборных Кипра и России в рамках седьмого традиционного международного турнира с участием четырех сборных. Начинается матч, начинается с атак сборной России. Россияне сегодня в белом и сразу знакомлю вас с составом нашей команды. В воротах первый номер Валерий Чижов, номер седьмой Виктор Анопко, номер второй Геннадий Нижегородов, пятый Денис Евсиков, восьмой Валерий Карпин, четвертый капитан Алексей Смертин, шестой Дмитрий Хохлов, номер десятый Дмитрий Лоськов, номер третий Андрей Соломатин, девятый Дмитрий Сычев и одиннадцатый Владимир Бесчастных, Валерий Газаев, главный тренер сборной России. Сразу хочу извиниться перед вами, дорогие друзья. Мы сегодня будем смотреть эту игру, во-первых, позже назначенного времени, во-вторых, в несколько усеченном варианте. Если наши сегодня международные координаторы не получили за этот вечер инфаркт и сумели остаться в здравом рассудке, так это только благодаря здоровому образу жизни. В общем, я думаю, что футбольный мир должен поблагодарить кипривотов за то, что эта страна не претендует на проведение, скажем, чемпионата Европы. Иначе могло бы получиться, ну, что угодно страшное в плане неразберихи. В этом плане можно только поучиться у этой страны, как не нужно все организовывать. Ну, это так, лирическое отступление. И вообще о чемпионате Европы, наверное, стоит думать прежде всего нам с вами. Кипр претендует на то, что, собственно говоря, в последние годы было свойственно этой стране на роль поставщика разовых сенсаций. Тем не менее, эта команда крепкая, и сегодня, если пролистать нашу прессу, а многие корреспонденты наших СМИ съехались в эти дни на этот теплый остров, многие корреспонденты сходятся в одном, что эта игра как нельзя кстати. И выбор соперника, выбор условий, в которых будет проходить матч, он фактически оптимален, учитывая, что совсем скоро нашей команде предстоит играть со сборной Албании. Хорошее движение у сборной России. Вот сейчас мы видим, как в отборе наша команда неплохо действует, и перевод мяча в центральную зону. Опять на подборе нет никого, и попытка дальнего удара. На счету Дмитрия Ласькова этот удар. Никто из соперников его не встречал. На острие атак нашей команды. Хохлов. Блестящая передача на выход Сычева. Выходит из ворот голкипер, и, как показалось, сбивает нападающего Марселя. Болельщиков немного, они свистят, и какое решение принимает арбитр. Еще раз мы смотрим, просто великолепный пас Дмитрия на своего тезку. Вы знаете, показалось, что нарушение правил было, но арбитр пенальти в этом эпизоде не назначил. Протестовать в таких случаях удел слабого изначально сборной России, я думаю, у любого букмекера, у любого болельщика считается фаворитом в этой паре. И наши продолжили свое дело дальше, не обращая особого внимания и не выплескивая эмоций на вот эту несправедливость. Не держится абсолютно мяч у киприотов, и вот мы видим, что подтягиваются какие-то люди в спортивной форме на трибуны. Возможно, это какая-то российская команда, которых сейчас на Кипре немало. Может быть, это одна из наших юморских сборных, которые тоже приехали на этот остров принять участие в нескольких матчах. В общем, есть на что посмотреть, есть чему поучиться. Снова длинная передача на выход Сычева, и вновь на подборе хорошо играют наши. Чем закончится атака полез вперед Бесчастных, наши идут постоянно в обыгрыше. Это приятно, что уже в начале февраля команда демонстрирует и такую мотивацию в матче против очень сложного соперника и стремение сыграть максимально остро. Карпин здорово сыграл в стеночку с Бесчастных, передача нацеленная. Блестящая Валерия с правого фланга не успевал защитник прикрыть эту зону. И попытка сыграть красиво Дмитрия Сычева было сложной. Смертин направо на Карпина. Снова на Карпина адресуется передача. И какое хорошее подключение с глубины поля. Навесная передача, удар и вышеперекладина. Это Дмитрий Хохлов. Хорошее забегание сделал. И тяжелая игра. Выцарапывает мяч сейчас очень неплохо на чужой половине поля. Денис Евсиков. И хорошая передача под удар Хохлову. Хохлов и Карпин. Два пара. Хохлов в который раз выходил на ударную позицию. И Смертин здорово сыграл в отборе удар низом. Очень опасный по такой погоде. Нашего капитана. Мяч. Просто здорово играет наша сборная. На Карпина передача. И вновь Валерий пытается создавать остроту со своего фланга. Навешивая мяч уже штрафную. Бесчастно. Свежее выглядит наша команда. И какое желание. Вот чем отличались всегда команды Валерия Газаева. Это настроем. И сегодняшний мат. Карпин. На бесчастных. Были опасения сможет ли принять Владимир участие в этом матче. После последней игры за Фенербахчи. Получил он несколько болезненных травм. А тем временем Дмитрий Хохлов уходит вперед на ударную позицию. Блестяще действует в окружении сразу четырех игроков соперника. Просто великолепный. И действительно определен, наверное, главный кандидат по итогам первого тайма на звание первой звезды этого матча. Это Дмитрий Хохлов. Хороший рейд удался нашему полузащитнику. И ну просто все здорово сделан. Какая пауза. Как ускорился. И как здорово пробил в тот момент, когда вратарь вылетал ему навстречу. Вот так вот наша команда вышла вперед в этой встрече. Примерно за две минуты до перерыва Дмитрий Хохлов забил первый мяч в этой игре. Оно абсолютно по делу, думаю, вы согласитесь. Киприоты ничем не запомнились в первом тайме. Играли от своих ворот. Играли с акцентом на ярко выраженные оборонительные действия. И ни одного удара по воротам Чижова опасного не было нанесено. В самом дебюте встречи попытался кто-то с киприотов пробить с дальней дистанции. Мяч ударился о ногу кого-то из наших игроков. И покинул пределы поля, ушел на угловой атаку. Поздравляем Чижова с дебютом в национальной команде. Но по первому тайму вообще даже сложно какую-то оценку поставить голкиперу подмосковного Сатурна РЕН-ТВ. Известно, что Валерий Газаев планирует выпустить после перерыва Вениамина Мандрыкина на смену Чижову. И, может быть, тоже это правильно, потому что Чижов, к сожалению, благодаря нашим кипрским коллегам, мы большую часть матча смотрели, большую часть первого тайма смотрели с какого-то невероятного ракурса. И было сложно сделать впечатление, как играет наша команда. И какой момент был у Александра Киржакова. Сейчас в этом эпизоде убегал звезда питерского «Зенита». Восходящая звезда всего российского футбола, а может быть, уже зашедшая. Ушел с поля Хохлов и сразу же в центре нашей атаки чуть-чуть утратили остроту. Хохлов просто блестящую игру выдал. Алексей Смертин подключился из глубины поля. Хорошая передача на Киржакова. Удар головой Александра. И в прыжке голкипер сборной Кипра. Никас Панайоту забирает мяч. Очень красивый эпизод. Киржаков направо на Гусева. И хорошая передача Ролана. Два лучших бомбардира прошлого первенства. Три минуты добавляет арбитр к основному времени второго тайма. И уже, видимо, вот-вот пойдет. И уже пошло добавочное время. Удар Александра Киржакова. В последний момент мяч срезается у него с ноги и уходит за пределы поля. И снова Киржаков. Здорово. Коряка делал забегание. Но решил Киржаков сам исполнить этот эпизод, сам решить его судьбу. И в итоге основа атаки была немножко упущена. Может быть, последняя атака сборной Кипра, которую мы с вами наблюдаем сейчас, развивается. Никас Панайота отправляет мяч на нашу правую половину поля. И опять там без борьбы сборная России получает контроль над мячом. В принципе, если подводить какие-то итоги этой встречи, наверное, я уже все, что мог сказать, сказал. Еще раз скажу, что пока сборная России не дала никакого повода для критики в этом матче. И пока очень приятное впечатление. Вот сейчас, правда, на последних минутах удалось все-таки прорваться к нашим воротам 16 номеру Спиру Панайотису. Но Мандрекин был на чеку. Да, в принципе, и передача у Киприота точно не получила. Завтра будет другая игра. Будет играть все-таки соперник более равный россиянам и по классу, и по статусу. Соперник, у которого очень приличный состав и у которого очень здоровые амбиции. Это будет любопытно посмотреть. Так что в 20.00 ждем вас у своих телевизоров. Включайтесь НТВ и нам будет интересно посмотреть за тем, как сборная России постарается развить тот успех. Еще раз напомню, что шесть легионеров, которые принимали участие в этой встрече завтра, улетят с Кипра в распоряжение своих клубов. Нет худа без добра и получат возможность проявить себя в матче за нашу сборную другие игроки. И все, завершается эта игра. 1-0 сборная России за счет мяча Дмитрия Хохлова держала победу над командой Кипра и вышла в финал, где завтра встретятся с Румынией. С вами игру смотрел Илья Казаков.